Белорусскому радио 70 лет. Дата, безусловно, громкая. Праздничное настроение, улыбки и работа. В этот день, как всегда. Но мы попытались несколько со стороны взглянуть на 70-летие и послушать, с каким настроением встречают в этот день люди, которые делают или влияют на радиоэфир нашей страны. Я встречаю 70-летие Белорусского радио, или встретил его, с хорошим нормальным настроением, как и мои коллеги. Дело в том, что это праздник, я считаю, не политических сил каких-то, не номенклатуры. Это праздник, действительно, радиожурналистов. Единственное, немножко огорчает то, что вместе с юбилеем 70-летним Белорусского радио празднуют юбилей наша техника. Например, моему репортеру, с которым я работал до недавнего времени, более 20 лет. Приходится работать во всех условиях, и даже в этих. Для того, чтобы сказать людям правду, для того, чтобы что-то вообще людям сказать, надо работать в согласии и с цензурой, и с властью, и с начальством. Это, что касается старейшего радио, государственного. Немногочисленные негосударственные радиовнуки, работающие на популярных частотах FM-диапазона, имеют свое настроение и свои проблемы. У них как бы 70 лет за плечами, у нас, я надеюсь, эти 70 лет еще впереди. Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее, и думаем, что очень весело идем, так сказать, по жизненному пути своему. И сегодня отмечаем этот праздник. Вопрос только в том, что главный источник существования негосударственных станций, это, естественно, реклама в основном, а рынок у нас довольно слабый, не только рекламный рынок, но и, в принципе, рынок как таковой. И поэтому еще не все понимают, что такое реклама, что такое настоящий промоушен. И как бы с этим еще сложно. Но я думаю, что для раскрутки этого нужно несколько лет. На праздничном вечере, посвященному Дню Радио, присутствовал сам президент со своей многочисленной охраной. Непридворных журналистов близко не подпускали, так что извините за качество звука. Да, радио у нас довольно высокого уровня. Ну, я отбрасываю порой отдельные выпады, которые касаются политиканства на радио. Есть и это. И очень жаль, что вот поскольку больше государства, да и я контролировал передачи информационно-аналитического плана, вот это политиканство перебросилось в область искусства, культуры. Вот там этого не должно быть. Ну, я думаю, мы это тоже переживем. Ну, вот еще одно мнение, которое как бы не совсем понесло президентскому. Как только приближается референдум или парламентские выборы, у нас начинается тотальное наступление на средства массовой информации. Теперь уже можно вести речь о нарушении Конституции, и причем в тех ее статьях, где она гарантирует гражданам своей страны получение оперативной, своевременной информации, полной информации о жизни в стране. А праздник заканчивался концертом, как в добрые старые времена. И проблемы радио на время забывались. Но мы-то о них слышали. И поэтому желаем, чтобы было их как можно меньше. Субтитры создавал DimaTorzok